Библейский портал экзегет.ру представляет Из изречения пророков, но пророками не описались В конце 51 главы неслучайно сказано Здесь кончаются слова Иеремии А это что? Это эпилог и контекст То есть описано, как все это происходило Как сбылось его пророчество об Иерусалиме Садыкия, это израильский царь Иудейский, простите, царь, который как раз правило в это время Садыкия был 21 год, когда он стал царем Царствовал он в Иерусалиме 11 лет Его мать звали Хамутали, она была дочерью Иеремии из Левны Но это, видимо, другой Иеремии Садыкия, подобный Иакиму, творил зло пред Господом Иаким предшествующий царь То, что происходило в Иерусалиме и Иудеи Разгневало Господа, и он отринул их И восстал Садыкия против цара Вавилонского В принципе, это все было попыткой отложиться от Вавилонской империи Сепаратизмом таким Но описано все прежде всего как то, что Господь их отринул А внешние действия только следствия Итак, и восстал Садыкия против царя Вавилонского В девятый год царствования Садыкии В десятый день девясятого месяца Навуходоносор, царь Вавилона Со всем своим войском подошел к Иерусалиму Ну, у нас с вами 586 год Самая памятная и печальная дата Он осадил город и возвел вокруг него насыпи Осада продолжалась до 11 года правления Садыкии В городе свирепствовали голод Народу страны было нечего есть В девятый день четвертого месяца городская стена была пробита Всего и набежали Ночью они вышли из города через ворота между двумя стенами Что у царского сада Халдеи в это время были вокруг города Какой-то потайной ход Они пытаются, поняв, что город уже фактически взят Битва проиграна, пытаются спастись И пошли по дороге на Ораву Это долина, которая тянется строго с севера на юг Иордан по ней течет, но Иордан впадает в Мертвое море А южнее она тоже продолжается В войсках Халдеев пустилась в погоню за царем И настигла Садыкии на Ерихонской равнине Все воины Садыкии разбежались Царя схватили и привели к царю Вавилона в Ривлу Что в земле Хамата там Новоходоносору строил над ним суд Судом это правда трудно назвать Трудно назвать скорее какая-то расправа На глазах у Садыкии царь Вавилона убил его сыновей И всех вельмож иудей перебил он в Ривле Затем он ослепил Садыкию и заковал его в цепи И увел его царь Вавилонский в Вавилон И держал там в неволе до самой смерти Ну вот очень печальная история Это, кстати, уже рассказано в книге Еремии Когда этого последнего царя ослепили Но перед этим убили его сыновей у него на глазах Чтобы это было последнее, что он только мог увидеть В 10-й день 5-го месяца, это был 19-й год правления Новоходоносора, царя Вавилонского В Иерусалим пришел Новозардан, начальник-телохранитель Один из приближенных вавилонского царя Он сжег дом Господень, то есть храм Царский дворец и все дома в Иерусалиме Все большие дома он сжег огнем Вот это как раз и есть 586-й год до н.э. И стены вокруг Иерусалима разрушила халдейское войско Которое пришло с начальником телохранителей Некоторых бедняков, а также уцелевших жителей города Перебейщиков, перешедших в царе Вавилона И уцелевших ремесленников Новозардан Начальник телохранителей увел в плен А некоторых беднейших в стране людей Новозардан Начальник телохранителей оставил Обрабатывать виноградники и поля Ну опять уже это было И все понятно Уводят элиту, уводят неважно там вельможи, ремесленник Ну кто-то, кто выше нищего крестьянина Крестьян можно оставить, на них особенно никакого внимания никто не обращает И никто их не опасается Медные столбы в доме господнем Подставки и медное море в доме господнем Халдей разбили и всю медь увезли в Вавилон Забрали они и котлы, и совки, и щипцы, и чаши для крапления, и ковши Всю медную утварь, которая использовалась для служения Вот все эти богослужебные сосуды Начальник телохранителей забрал также все золото и серебро Чаны, лотки, чаши для крапления, котлы, светильники, ковши и сосуды для возлияния Для них это просто материальные ресурсы, драгоценные металлы Что же касается двух столбов, медного моря, 12 медных быков под морем и подставок Это сделал для дома господнего царь Соломон То взвесить всю эту медь было невозможно Столбы были 18 локтей в высоту, каждый в обхват 12 локтей Были они полыми, толщина стенок 4 пальца На каждом столбе медный венец высотой в 5 локтей Вокруг венца сетка с гранатовыми плодами, все из меди И на втором столбе то же самое, включая гранаты По сторонам было 96 гранатов, всего же вокруг сетки 100 Не очень понятно, как это было устроено Что это за 96 и еще 4, так что получается 100 Ну не знаю, может быть на углах Начальник целохранителя увел в плен первого священника Сырою Второго священника Сафонию и трех стражей порога Ну тоже некоторая должность при храме Он также увел из города Евнуха, который был начальником над воинами Семь человек из свиты царя, находившихся в городе Главного писца в войске, который записывал народ страны войска И 60 находившихся в городе людей из народа страны Забрал их Новозарадан, начальник целохранителя И привел к царю Вавилона в Ривлу И перебил их царь Вавилонский И казнил их в Ривле, что в земле хамат И угнал иудеев с их земли в плен Ну и вот такие меры по устращению массовой казни элиты Вот сколько всего людей угнал Новуходоносор В седьмой год 3023 иудеи В восемнадцатый год правления Новуходоносора из Иерусалима Было угнано 832 человека В двадцать третий год правления Новуходоносора Новозарадан, начальник целохранителей Угнал 745 иудеев Всего 4600 человек Вроде не так много Но он обезглавил Он увел тех, кто был способен вокруг себя организовывать сопротивление Какую-то, может быть, независимость Стараться получить В тридцать седьмой год после пленения Ихонии Царя Иудея А это еще один плененный царь Садыкея тоже сейчас был упомянут Но это до него еще В двадцать пятый день двенадцатого месяца Авил Меродах, царь Вавилона Это был первый год его правления Оказал милость Ихонии царю Иудеи Он вывел его из темницы Говорил с ним милостиво И посадил его выше других царей Которые были при Эвилме Рудахе в Вавилоне Ихония снял тюремные одежды И до конца своей жизни ел за царским столом Он получал постоянное содержание От царя Вавилонского Ежедневно до самой смерти Всю оставшуюся жизнь Настолько важно, что три раза повторено Это ежедневно до самой смерти Всю оставшуюся жизнь Какая разница, что пайка у него была большая Вавилон победил Иерусалим разрушен Храм уничтожен Вот огромное количество людей изгнано в Вавилон Остальные там ютятся В Святой Земле в Ханаане И боятся пикнуть Какая разница, что у Ихонии Продовольствие поставляли от царя И что он там у него за столом ел Потому что как-то это нехорошо с его стороны Нет Книгу хочется закончить позитивом Вот что-то должно быть хорошее Смотрите Вот Ихония, он в плену, конечно Но с ним обращаются уважительно И по-человечески Может быть, все вернется Может быть, все исправится И имей же об этом пророчествовал И попытка разглядеть что-то позитивное В любых событиях Пусть даже самых незначительных Пусть даже в этом Продовольственном пайке Для царя Ихонии Притом, что он понимается Как царь Иудей Хотя давно изгнан из Иудеи Давно не управляет фактически ничем Вот это и завершает книгу Иеремии Книгу очень печальную Книгу пророка, который страдает невероятно От той вести, которую должен нести Это весть о разорении, разрушении Уничтожении его Иерусалима Он рядом с ним родился и жил Его родной страны Иудея И самое главное, что Когда он об этих вещах говорит Ничего не помогает Люди не хотят ничего другого слышать Но что поделать Такова его судьба И любой, даже самый маленький позитив Любая перемена к лучшему Пусть такая крохотная Как вот эта история про Ихонию Это уже шаг в добром, хорошем, правильном направлении И книга ровно это и отмечает Наверное, трудно назвать другую такую книгу Библии Где судьба пророка была бы столь незавидной И на внешний взгляд столь бесполезной Он пророчествовал, но его не послушали Иерусалим был разрушен Но у пророчества может быть больше одного Временного горизонта, больше одной цели Да, тогда не помогло Сегодня мы читаем Может быть, это будет помогать нам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok